Визит с пометкой важный В 2021 году мы продали 9 земельных участков Турнир проходит в штатном режиме А также ипотечное кредитование, снежный бой и гуманитарная поддержка В Беларусь доставили 3 миллиона доз вакцины против COVID-19 Какой препарат на борту? Безопасность границ Александр Лукашенко посетил военный аэродром в Лунинце Отсюда до Украины чуть больше 50 километров Поэтому защита южных границ стала основной темой визита Говоря о подготовке белорусско-российского военного учения Президент подчеркнул Союзное государство выстраивает свою безопасность Исходя из необходимости оборонять рубежи Еще 10 лет назад никто и не предполагал Что такой момент как сегодня наступит И нам придется создавать воинские части И целое объединение для защиты наших южных границ С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине Ее нынешнее политическое руководство Находясь под внешним управлением Ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно Поэтому на этот случай Непредсказуемости, неадекватности И на случай, не дай бог, военных действий Нам надо определяться 1500 почти километров южной границы Беларуси и Украины Это немалая притяженность, чего бы нам не стоило Нам надо не просто видеть, что будет происходить И происходит на этой границе Ее надо надежно защитить Еще одной темой встречи стала обновленная конституция Референдум назначен на 27 февраля Беларусы ответят всего на один вопрос Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь? Море по колено В Абруське задержали мужчину, который напал на прокурорского работника Во вторник сотрудники департамента охраны патрулировали улицы города В пятом часу вечера они увидели, как на остановке между двумя мужчинами завязалась потасовка Известно, что мужчина совершил нападение из личной неприязни, узнав, что потерпевший является работником прокуратуры В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело Как выяснилось позже, к потерпевшему в троллейбусе стал приставать мужчина Пьяный зачинщик не реагировал на замечания и ввел себя агрессивно Конфликт продолжился на остановке, где его заметили сотрудники департамента охраны В поиске новых хозяев в Бобруське растет спрос на покупку ветхих домов Аварийные строения изымаются в судебном порядке В дальнейшем судьбу жилищ решает исполком Сейчас в Бобруське продают свыше 20 таких участков С подробностями Ольга Васенда В этом доме на Северной 9 никто не живет больше 30 лет Хозяева умерли, наследников нет В реестр ветхого жилья его включили еще в 2019 Аукцион проведут в ближайшее время Стартовая цена 7800 рублей Новый владелец должен привести в порядок земельный участок самостоятельно Снести дом, либо заняться его реконструкцией Особое внимание этому вопросу уделили в трилогии «Года малой родины» В марте 2021 после принятия 116 указа в администрациях районов Созданы комиссии по обследованию состояния жилых домов После выявления строений, которые находятся в аварийном состоянии Они изымаются в судебном порядке В дальнейшем судьбу домов решает исполком Сейчас в Бобруске продают свыше 20 таких участков Цены от 1500 рублей до 23 Последние торги с аукциона показали Спрос есть За последнее время действия указа мы изъяли более 40 Решением суда более 40 таких жилых домов В 2021 году мы продали 9 земельных участков Я считаю, что скоро стоимость таких домов будет сравнена с домами на вторичном рынке Привести жилье в порядок после покупки нужно в течение года Если человек не укладывается в срок, то при наличии уважительных причин и подтверждающих документов его могут продлить В противном случае работы проведут за счет бюджета А нового землепользователя обяжут возместить затраты Вплоть до решения вопроса через суд Порядок такой Мы делаем объявление в газету Размещаем на сайте объявление о продаже ветхого дома Предварительно сделаю его оценку И все желающие, которые хотят купить данный жилой дом Обращаются к нам в горосполком Конкретно в отдел землеустройства В обруске горосполкома с заявлением на покупку данного дома 1 января 2023-го все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр Доступ к базе будет открытым и бесплатным Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного жилища Но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние и узнать о возрасте постройки Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Опасная стихия В Бобруйском районе на пожаре погиб мужчина Трагедия случилась в поселке Данилов мост ОЧП спасателям стало известно в среду около полуночи Когда на место прибыли огнеборцы, дом горел открытым пламенем Конструкция здания сильно обрушилась Под завалом без признаков жизни был обнаружен 42-летний хозяин Специалисты не исключают пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем Китайская вакцина, больничные выплаты и обновленная система В Беларуси по отечным кредитованием использовались почти 3,5 тысяч семей Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларусь доставили 3 миллиона доз китайской вакцины против COVID-19 Такая большая партия препарата прибыла в страну впервые Половину лекарства государство закупило самостоятельно Остальную часть вероцела поднебесная передала безвозмездно В стране ипотечным кредитованием воспользовались почти 3,5 тысячи семей В среднем у банка просили 42 тысячи рублей При этом спрос на такие займы был не только в Минске, но и в областях Где квартиры стоят намного меньше, чем в столице С этого года для тех, кто владеет агроусадьбами, меняется система налогообложения Если раньше платили сбор раз в год, то теперь это придется делать каждый месяц Сумма 31 рубль При этом тем, кто заплатил в конце прошлого года 58, не нужно доплачивать по 2 рубля за январь и февраль В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных Все беременные, которые работают по трудовым договорам Получат оплачиваемые лесные трудоспособности, даже если их наниматель не перечислял обязательные страховые взносы на социальное страхование Дорожная служба Бобруска круглосуточно работает в усиленном режиме На уборке снега и обработке улиц противогололедной смесью задействована спецтехника Расчисткой тротуаров и дворовых территорий занимаются специалисты коммунальных служб Такими же снежными и ветренными будут и выходные На субботу объявлен желтый уровень опасности из-за метели и гололеда Быстрее, выше, сильнее В городе продолжается турнир спасателей на кубок председателя Бобруйского горысполкома Второй этап – пожарный спорт В частности, подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни Упражнение – часть системы боевой подготовки О крепких телом Карина Гуревич Руслан Андреев свое дело знает на отлично В турнире спасателей участвуют с 2014-го И каждый раз мастер спорта стремится к победе на перевес со штурмовой лестницей Особенно хорошо получается проявлять себя на территории пожарной части Белшины Все-таки родное поле Борьба за кубок председателя Бобруйского горысполкома продолжается Сегодня в программе пожарный спорт Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни – часть системы боевой подготовки Каждый сотрудник МЧС должен справляться с упражнением Бежать со спортивной лестницей не так-то просто Даже поднять ее сможет не каждый Вес штурмовки – почти 10 килограмм Длина – 4 метра Путь к учебной башне – 32 метра Попытка засчитана, когда ноги участника коснулись пола четвертого этажа Бобруйск, как всегда, держит планку Заслуженное серебро у Руслана Андреева с результатом 14,11 секунды Первое место у спортсмена из Гродно – 13,57 Отзывы пока у гостей достаточно все хорошие Организационные моменты со стороны принимающей стороны Все выполнены, но турнир проходит в штатном режиме По итогам первого дня в волейболе победила команда из Нарафа-Минска Уже в субботу пройдут соревнования по мини-футболу В этот же день назовут лучших спасателей этого года Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! КОНЕЦ КОНЕЦ